Всем привет! Первая декада октября и мы находимся на маленькой речке, куда мы приехали половить щуку на воблеры, на джик. Условия как раз те самые, с которых начинался мой канал. Это джунгли, настоящие дебри, ежевика, крапива, бурелом. В общем, то, чего, наверное, многие давно просили, давно хотели. Рыбалка эта непростая, особенно в плане перемещения. Но все же в ней есть как раз та самая оригинальность, романтика и особый интерес. Да, прохладно. Поклевка. Ага, на перекате. Да, как-то сегодня туговато. Время уже 10 часов, а особо поклевок нету. Плывет полно листвы, мешает проводке и как-то закрадываются мысли поменять водоем. Опа, сидишь. Ха-ха-ха, сошел шнурок. Вот так вот. Без поклевки. Только начал жаловаться. Ну, это совсем, конечно, рыбка маленькая. Граммов 200. Тут, походу, большая глубина сейчас и не нужна. 5 грамм, я так и не меняю. В принципе, нормально, везде хватает. На мутах подвисает, на меляке. Как раз на грани нормальной проводки. 10? Да куда тут 10? 10 много. Да, ребят, утомительная прогулка, однако. Трава еще не легла, морозов не было. Приходится ходить по полю. А около реки там вообще джунгли. Нежевика, крапива. В общем, все прелести осенней рыбалки на малых реках. И при этом нету клева. Что самое досадное. Приходится больше ходить. Больше искать. Но пока все тщетно. 4 поклевки. И один сход. И то вот такого щуренка. Фу, пролез. Нет, здесь можно кинуть, куда я вышел. Так, одна точка небольшая. Но перспективная. Вот, сразу поклевка. А, сошла. Фух. Ну, не крупная. Но брать тут рыбу никак. Чисто ради поклевки стать. Но зато сразу поклевка. Самое типичное место. Коряжки, подкручивают. И главное, что оно локальное. И сразу там сидел щуренок. Но достать тут его никак. Так, а вот туда, если маленько пониже пролезть, попробовать. В джунгли, конечно, щу те. Хорошо. 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 да давненько так не лазил уже забыл что такое осенние метро речка вот такого формата не те которые лесные видишь по пляжам по сосновому бору а именно такие полуполевые то есть там более здесь поле а вдоль реки заросли заросли вника самое как раз задница трапива ежевика валежник но тоже своя романтика джунглище жесть как она есть все коленку же карапивы обхлестала я думаю сама вот это жопное место лучше обойти по полю сэкономим время и силы далеко не каждый сюда поедет но хотелось именно таких ощущений полазить по гибрям вспомнить старину чего собственно у меня и начинался весь канал основная его деятельность как раз с таких речек джунгли дебри ловлю щуки воблер и тбс джик но сегодня правде я в основном упираюсь именно в джик у перекаты такие мощные после переката слив на ямку шикарное место как раз по сезону там вполне может стоять щука надо только правильно встать что промазала ну вот видишь после переката на ямке стояла как мне писали щука с потяжек не клюет это только гадкаряги так что андрюх у тебя была не щука в этом году вообще очень много потяжек даже вот на клязь процентов 50 на счетчик поклевок это именно потяжка никогда такого не было такого количества не знаю чем связан так вон там выше тоже интересненько здесь тоже перекатик тоже ямка и хотя уже середина почти середина октября но щука почему-то до сих пор стоит на таких местах а мута пока что не работают видимо из-за того что октябрь и сентябрь вторая половина были жаркие сегодня опять под двадцатник обещают днем да надо поймать и потихоньку возвращаться хоть шнурочка тут бобры наползали вот это потяга но щучка небольшая да потяжка была вообще прям лютая а тут карандашик ну вот по заказу хотя бы щуреночка обрыбился за пять километров пройденных первая рыбка вот тут я чувствую бобровая дырка на как скалолаз вот тоже классное место тоже перекатик и сразу слив на ямку и что мне нравится в этой речке чем выше поднимаешься тем она становится меньше где мы начинали она была формата малой реки а здесь уже такая микро речка полноценная ширина метров 5-10 ребят смотрите олень обалдеть вот это красавец вот это вот да и здесь не хочет она это место у меня была большая надежда попробуем еще немножко пониже на выходе с этой ямки там течение более слабо я думаю что это будет на сегодня последнее место куда ты я там провалился октябрь а еще то волга цветет ну не рыба так травы сегодня будет вкусный чай последнее на сегодня место последняя точка выход с этой самой ямки сейчас прокидаю уже особо не надеюсь на поклевки мы будем потихоньку возвращаться идти нам далеко на время на рыбалку заканчивается опа была поклевка было все таки было хотя я уже не рассчитывал но и на этом наверное все будем заканчивать сейчас пойду сразу на дорогу найду андрея он куда-то выше ушел и пойдем в обратную сторону рыбалка сегодня получилось непростая трудовая в том плане что перемещаешься по таким гибрям она уже не особо легко ну и поклеву тоже 6 или 7 контактов с рыбой два схода и один маленький щуренок в зачете и это где-то за 6 7 километров реки результат мягко говоря слабоват я все-таки надеялся на что-то поинтереснее и по количеству поклевок и по размеру может быть даже на жериха на джиг на этой реке его много несмотря на формат но нет сегодня нам речка сказала не сегодня может быть другой раз сюда нужно будет обязательно приехать после мороза когда и траву положит будет перемещаться проще ну и может быть рыба сконцентрируется каких-то локальных точках на мутах и будет уже понятнее где и ловить где искать они вот так слепую когда непонятно где она находится а мута сегодня не работали от слова совсем все поклевки были на каких-то примицах перекатиках и маленьких локальных точках таких микро укрытиях жара очень теплая осень рыба пока что сама наверно не понимает что и делать и где находиться но вот и андрюха обрыбился позвонил ему сейчас тоже поймал щучку на омуте но в общем то все ребят я думаю что даже на те точки которые около машины мы заходить не будем уже усталость честно говоря накопилось прошли мы сегодня много по всем этим дебрям по полям по траве по косогором опять же речка непростая в том плане что очень много таких мест что чтобы к ним спуститься нужно лезть буквально соответственно обрыва плюсом к этому еще и высокая трава которая растет на этих обрывах в итоге лазишь она скользкая ноги постоянно разъезжаются налазить что так что под конец рыбалки порой и ноги едва волочишь а еще идти обратно но сегодня правда не такой степени устали но все равно уже эффект от этой прогулки проявляется ну и кстати сегодня всю рыбалку я проловил всего лишь на две приманки это были обе приманки формат пионер очень мне понравилось это резина в этом году поэтому чаще всего с нее начинаю как с проверочной и иногда даже не меняют течение всей рыбалки потому что не клюет одну ставил в розовом цвете на нее было 4 поклевки и вторую поставил такое черное оранжевую и на нее было тоже по моему 4 поклевки два схода одну поймал да и одна поклевка значит всего сегодня был у меня 8 поклевок ну и честно говоря в такую погоду даже не хочется ехать домой хочется прям гулять гулять пока вот солнце светит пока короткий осенний день есть наслаждаться каждым мгновением но к сожалению и время нас уже ограничивает и усталость накопилась поэтому хочешь не хочешь а надо заканчивать даже не то что ловить хочется просто быть на природе просто гулять настолько классно настолько осень в этом году нас радует теплой погодой хорошим настроением но к сожалению не самым лучшим клевом как бы одно противоречит другому да когда хорошо человеку не всегда хорошо для рыбы но дождемся холодов обещает уже со следующей недели ощутимое похолодание и я думаю что рыбалка с новой силой с новым всплеском новой волной начнется и джик и воблеры еще поработают но скоро уже ледостав первый лед без бутылка балансиры жерлица в общем все впереди так что ребят не забывайте подписываться на канал можете посмотреть старые ролики по ссылкам в описании просто на канале как раз по ловле на подобных речках или по джиговой рыбалке по зимней рыбалке кому интересно и кто скучает как и я в предвкушении нового сезона но на сегодня мы будем заканчивать всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться оставлять лайки и комментарии а я желаю вам удачи больших трофеев и не хвостань чешуи всем пока